Где грань между манипуляцией и стимулом? Я так понимаю, что хочется, допустим, простимулировать свою жену или своего мужа на подвиге. И как-то это сделать, чтобы это не было манипуляцией, а было как-то хорошо и все были счастливы. Что на этом скажешь? Слушай, ну давай разбираться. Что такое стимул? Ты же знаешь наверняка, и наши слушатели, и зрители тоже знают, что стимулом называлась палочка, которой сзади подталкивали ослика, чтобы он шел быстрее. Поэтому между стимулом, который является прямым понуканием угрозы или чем-то подобным, или ультиматумом, что если ты не, то тогда будут какие-то плохие последствия, и манипуляцией, которая по определению скрытое воздействие, не прямое, разница громадная, их трудно спутать. Стимул, он всегда открыт. Очевиден, понятен. Если вам угрожают, это трудно не заметить. Манипуляция – это то, что вы, как правило, не замечаете. Если замечаете, то постфактум. А если вы манипуляцию заметили, считайте, что она перестала быть манипуляцией. Вы уже вольны поступать так, как выбираете сами. Но я думаю, что автор этого вопроса, наверное, хотел поговорить про разницу между мотивацией и манипуляцией. Вот то, о чём ты говоришь – вдохновить близкого человека на подвиги. Тогда разница в том, что мотивация вполне себе открыта. Вы говорите о вещах, которые одновременно полезны и в интересах самого человека, причём по его мнению, не по вашему мнению. А вот, ну, предположим, вы хотите какой-то результат. Например, чтобы ваш супруг или супруга зарабатывал больше денег. И вы хотите каким-то образом повлиять. Какая могла бы быть, на твой взгляд, манипуляция вот здесь очевидная? На мой взгляд? Да. Ну, я не совсем полностью тоже различаю эти два понятия. Но, на мой взгляд, манипуляция может быть связана с чувством вины. То есть, например, там жена подходит и говорит, что ты лежишь, тебе вообще не жалко нас всех. Почему ты не зарабатываешь миллионы? Вообще, нормальные мужики зарабатывают миллионы, а ты вообще нет. Что это вообще такое? Ну-ка, иди зарабатывай. Ну, это такая очень-очень грубая такая манипуляция на чувство вины, на мой взгляд. Вот ты сейчас привёл пример стимула. От манипуляции отделяет вот эта речь то, что супруг понял, что им недовольны. Ему прямо проговорили, что от него хотят, чтобы он шёл и зарабатывал. И сказали, что он плохой. А если так и продлится, то вся семья его пострадает. Это фактически прямой стимул или скалка по-другому. Ну, то есть подошли и огрели без всяких предварительных ласк. Манипуляция, наверное, была бы что-то вроде... Милый, ты же такой талантливый. А помнишь, ты мечтал завести свой бизнес, стать миллионером и так далее? Время уходит. Я сегодня видела сон, в котором вот эта твоя мечта сбылась. Вот это что-то вот подобное могло бы быть манипуляцией. Вот человек ничего не говорит прямо, не призывает к чему-то, но пробует воздействовать, давя на что? Чувство собственной значимости, на гордыню, на самомнение, одновременно давая какую-то поддержку. Что ещё могло бы быть манипуляцией? Ну, например, Ивановы опять ухотили в Дубай на майский, а мы с тобой никуда не ездим. Вот тут ни слова нет про его работу. Это чистой воды манипуляция. Субтитры создавал DimaTorzok